Площадку на стрелке рек Самары и Волги пытаются освоить последние несколько лет. За это время предлагалось множество идей. Например, там хотели построить стадион к чемпионату мира по футболу, но отказались из-за дорогостоящей земли. Сейчас появились инвесторы, однако проекта застройки до сих пор нет. Специалисты предлагали восстановить на территории старинные особняки и разместить в них рестораны, гостиницы, галереи, а также благоустроить дополнительную очередь набережной, чтобы привлекать гостей города открывающимися видами. На берегу планировали установить аттракционы, в том числе большое колесо обозрения. К проекту подключались и французские архитекторы. Они предлагали построить на стрелке рек ЗАГС, концертный зал, торговый центр, речной причал и жилые дома. Изюминкой должна была стать сама форма зданий. Их планировали построить в виде матрешек и дать им название притоков Волги. Давняя мечта поколений и поколений самарцев, чтобы стрелка была обустроена в соответствии с ее замечательно высоким статусом природного ландшафта. И надеюсь, мы к этим решениям тоже придем совместно. К итоговому решению нужно подойти ответственно, подчеркнул глава региона. Поэтому решили открыть международный конкурс для архитекторов. Подобная практика уже есть. Эксперты со всего мира соревнуются за право преобразить территорию вокруг стадиона Самара-арена. Самара должна быть перезапущена в плане имиджевом. Это очень нужно. Потому что нам надо конкурировать, не догоняя Казань или Екатеринбург, а давая новые смыслы. Поэтому проведение конкурса, по-моему, самое лучшее из решений, которое может быть. Конкурс на поиск архитекторов для благоустройства стрелки рек Самара и Волга должен начаться не позже 21 ноября. Мария Левина, Николай Епифанов, События.